Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал ОМАРКЕТС, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. И снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал ОМАРКЕТС торговыми идеями, где на ежедневной основе мы размещаем большое количество аналитического контента для того, чтобы у вас было больше информации, больше возможностей, поводов присмотреться к рынкам, конкретным финансовым активам и проявить решительность, открыть непосредственно торговую позицию и заработать на этом. Ну что ж, к повестке экономического календаря. Сегодня снова несколько релизов, которые мы должны с вами проанализировать, потому что это отчеты и релизы, которые касаются тех инструментов, за которыми мы следим. Европейская валюта. В 12.00 по московскому времени выйдут данные по активности в сфере услуг всех стран валютного блока и еврозоны в целом. Очень хорошо то, что евро под конец вчерашней торговой сессии развернулся. В комментариях, друзья, к вчерашнему ролику было много вопросов от вас с просьбой прокомментировать вот этот неожиданный рост выше уровня 1.09. Максимум был 1.09.35. Но, как я вам ранее говорил, любая попытка сейчас покупателей перехватить инициативу, она вряд ли сможет получить какое-то логическое, фундаментально обоснованное, подтвержденное продолжение. И после локального выпада вверх, почти 100% вероятность того, что инициатива вернется к продавцам, а инструмент начнет вновь обхаживать уровни вот этих минимальных ценовых локальных значений для европейской валюты. Эта планка сейчас 1.08. И действительно, сейчас пара евро-доллар котируется на уровне 1.08.47. Это на 100 пунктов ниже, чем максимум вчерашнего дня. Причина, почему евро вырос, стала реакция трейдеров-инвесторов на комментарии заместителя председателя Европейского центрального банка Луиса Гиннеса, который в интервью Bloomberg, почему-то позволил себе сказать очень странные вещи. Например, о том, что Европейский центральный банк в июне может повысить процентную ставку, а на тут же встречный вопрос о том, что же тогда произойдет с программой количественного смягчения. Ведь как-то странно, что еще будет действовать программа количественного смягчения, и Европейский центральный банк в этот момент повышает процентную ставку. На что Луис Гиннес ответил, что программа количественного смягчения также может быть свернута в июне. И далее, последующие комментарии, мне кажется, еще были более странными, потому что, по идее, ужесточение монетарной политики – это все-таки признание регулятора, что инфляция стала настолько угрожающей, что не реагировать уже нельзя. И, соответственно, повышение процентной ставки будет означать, что ЕЦБО уверен, что индекс потребительских цен будет расти дальше. Причем Луис Гиннес ответил, что, по его мнению, индекс потребительских цен уже достиг своих локальных максимумов, и дальше будет только снижаться. Очень сильно разнятся такие комментарии буквально с тем, что мы слышали от Европейского центрального банка две недели назад, во время заседания Европейского центрального банка, когда Лагард четко дала понять, что не видать пока что, как своих ушей, повышение процентной ставки, и, возможно, ситуация не изменится даже до середины следующего года. Вчера, под конец торговой сессии, надеюсь, вы помните, мы ждали еще выступления Кристин Лагард, которая, конечно же, взяла инициативу снова в свои руки и перезагрузила сознание трейдеров, и еще раз напомнила им, почему Европейский центральный банк склонен и дальше проводить мягкую стимулирующую политику. И тут, конечно же, все продавцы расслабились, потому что осознали, что ответственным все-таки за решение будет, прежде всего, Лагард. И если она не готова корректировать ставки, тогда зачем покупать евро? Европейская валюта благополучно ушла вниз. Очень интересный комментарий, который был сделан представителями Европейского центрального банка на 45-м заседании Международного финансового комитета, о том, что доля евро в международных расчетах, к сожалению, снижается. Это может быть тревожным звонком для тех, кто верил в евро больше, чем, например, в доллар. Так вот, в прошлом месяце доля евро снизилась до 35%. Это, конечно же, еще не критичный показатель, это всего лишь минимальный уровень с середины 2020 года. Но все-таки, друзья, всем стоит задуматься относительно того, на какой актив на ближайшее пятилетие или десятилетие стоит делать долгосрочную ставку. Тоже подумайте над этим, я думаю, будет интересно. И будет интересно услышать, точнее, увидеть ваше мнение в комментариях. На нашем канале на YouTube. По другим финансовым активам. Сегодня в 16.30 ироничные продажи по Канаде. За канадским долларом мы следим. Вчера буквально чуть-чуть нам не хватило до нашей цели на отметке 1.2450. Лоу был 1.2457. Сегодня откатили и снова в районе 1.26. В пользу того, чтобы канадский доллар рос, говорят данные по инфляции. Индекс потребительских цен существенно превзошел ожидания экспертов. Прогнозы. 6,7% с 5,7%. Базовая инфляция скакнула еще сильнее с 4,8% до 5,5%. Сегодня я жду хорошие результаты роничных продаж. Напоминаю вам, друзья, что 25 апреля Банк Канады начнет запустить программу количественного ужесточения. Параллельно у нас есть еще и позитивный взгляд в отношении рынка нефти. Поэтому точно добьем цель по канадскому доллару. Надо просто подождать. Американский фондовый рынок 4374 пункта тоже вчера из-за небольшого технического дефекта к ролику. Заключительная часть была обрезана. S&P 500 снижается. В принципе, как я и говорил, друзья, нисходящий тренд остается актуальным. И распродажи фондового рынка вчера стали следствием комментариев главы американского регулятора Джерома Паула. Который, в принципе, как и ожидалось, действительно резюмировал и подытожил все комментарии представителей американского регулятора, сделанные за последние две недели. И на этой неделе уж точно отметив, что регулятор постепенно движется к первому повышению процентной ставки на 50 базисных пунктов. Причем есть высокая вероятность того, что ставки на 50 базисных пунктов будут подняты в июне, точнее в мае, в июне и, возможно, в сентябре. То есть как минимум три раза. Паул, спасибо ему за это, пошел еще дальше всех и позволил нам еще больше настроиться на перспективу более агрессивного роста процентных ставок. Поэтому доллар также воспрял духом сегодня уже не ниже 100 пунктов, если говорить про индекс американской валюты 157. Мы, соответственно, ждем повторного теста сопротивления по индексу американской валюты 101 пункт и будем уже двигаться выше. Противовес, кстати, с евро. Доля долларов в международных расчетах увеличилась за тот же период времени на 2,2%, до 41%. Вчера также выступал Буллард, который снова продолжает транслировать свою идею относительно уместности повышения ставки на 75 базисных пунктов. Я, друзья, как и ранее, рекомендую индекс доллара покупать и в данном случае идея простая, фундаментально обоснованная, понятная, не нужно ничего выдумывать. По золоту 1951 доллар за тройскую унцию, ждем теста 1920 уровня поддержки, оттуда снова покупаем. Рынок нефти 106,7. В целом котировки держатся, остаются в локальном восходящем тренде. Запасы нефти на этой неделе оказали поддержку ценам на бренд EWTI, потому что запасы сильно снизились. Это тот момент, когда они, по идее, должны расти из-за того, что США вроде бы как реализует инициативу и продает нефть из стратегических запасов. Но вот что-то тут не вяжется странно. Если такое количество нефти выбрасывается на рынок, то, как я ранее говорил, точно должны быть под завязку заполнены все нефтяные хранилища и хабы. То есть запасы должны расти, они снижаются, значит США все-таки не продают в тех объемах статистические резервы, в которых было обещано. Поэтому на рынке остается прежняя проблема дефицита. Плюс ко всему страны ЕС продолжают обсуждать новый пакет финансово-экономических санкций, который может распространиться и на эмбарго в отношении российских энергоносителей. Короче, друзья, рынок нефти смотрится вверх. Ждем, как и раньше, 110, 115 и выше. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Хорошего вам закрытия текущей торговой недели. Хороших выходных. И увидимся в понедельник. Всем пока.